Дорогие друзья, за жизнь маленькой расы Прасцевича-то переживал весь СССР. Из-за несчастного случая девочка лишилась обеих ступней и могла погибнуть. В срочном порядке она была отправлена самолетом в одну из московских больниц, где расе провели первую в СССР операцию по пришиванию конечностей. Давайте же узнаем, как складывалась жизнь литовской девочки и что с ней стало спустя 40 лет после трагедии. Несчастный случай произошел 17 июня 1983 года. Раса вместе с сестрой-близняшкой решили поиграть в прятки в одном из сельских районов Литвы. Девочка подумала, что колхозное поле идеальное место для игры. Сестра действительно не нашла расу и убежала домой. Девочка настолько хорошо спряталась в высокой траве, что её не заметил отец, который в этот момент управлял косилкой. Трактор наехал на девочку и острые лезвия отрезали ей обе ступни. Отец расы отреагировал на громкий крик дочки. В следующее мгновение он увидел истекающую кровью расу. В панике он даже хотел закопать отрезанные ступни девочки, но потом опомнился и побежал за помощью. На место трагедии приехала фельдшер Ильяна Тривицкина. Оказала первую помощь и ввела расе обезболивающее. К сожалению, в ближайшей колхозу больнице не оказалось нужного оборудования. С каждой минутой ситуация становилась всё критичнее. На кону была жизнь маленькой расы. Когда мне в амбулаторию сообщили, я ещё надеялась, что может быть ножки не срезаны, а только поранены. На ходу спросила соседа, как девочка. Он бросил след, ещё жива. На пороге стоял отец, беспомощно опустивший руки и бледный как скатерть. На кухонном столе лежали ножки. Врачи в Литве отказались проводить сложную операцию. Казалось, что ситуация безвыходная. Девочка обречена. Но в последний момент директор Литовского центра микрохирургии решил экстренно транспортировать расу в Москву. Московские врачи были последней надеждой. На звонок ответил 33-летний Рамас Датиашвили. Его буквально поставили перед фактом. Летит к вам девочка маленькая с отрезанными ногами. Встречайте. Несмотря на то, что на тот момент Рамас был младшим научным сотрудником, врач решился пойти на риск и не отказал расе в проведении сложнейшей операции. Хотя до звонка он отработал 12-часовую смену. Самолёт Ту-134 с расой и её ножками из-за недостатка медицинских материалов, обложенными замороженной рыбой, взмыл в небо и отправился прямиком в Москву. «Это была самая длинная ночь в моей жизни. Её невозможно забыть», признаётся хирург Рамас Датиашвили. Он прождал девочку всю ночь и, наконец, в 6 утра её доставили в больницу. По цвету её невозможно было отличить от белой простыни, а ножки были переморожены. С каждой минутой казалось, что шансов на спасение всё меньше. Более опытные врачи отказались проводить сложную операцию, даже учитывая, что изначально команда была просто зашить девочке ноги, оставив её инвалидом на всю жизнь. Рамас же осмелился рискнуть и провести реплантацию – хирургическое приживление, отделённое от организма конечностей или её части, противоположное ампутацией ступней. Врачу помогала медсестра Елена Антонюк, ассистент Яков Брант, анестезиолог Юрий Назаров. Все вместе они смогли провести кропотливую операцию, которая длилась 9 часов и завершилась настоящим медицинским прорывом. Когда Рас отходил от наркоза, врач потрогал её ноги и почувствовал, что ступни были тёплыми. Это значило, что кровообращение восстановилось. Первая в СССР операция по реплантации конечностей прошла успешно. На следующий день о Рассе знали даже за пределами СССР. Ей приходило множество писем, подарков. Люди искренне переживали за состояние малышки. После сложнейшей операции Рассе предстоял период реабилитации, состоявший из 8 уколов в день, физиотерапии и тренировок. Под присмотром врача-физиотерапевта Татьяны Гунаевой Расса заново училась ходить. Спустя две недели девочка сделала первые самостоятельные шаги. Жители родного села встречали девочку как настоящую знаменитость. В одном из интервью Расса вспоминает, как местная фельдшер обняла её и сказала, что её ангел-хранитель уснул на минуту и в этот момент случилась беда, а как проснулся, сделал всё, чтобы она была здорова. Она говорила, что мне нечего бояться, теперь ангел не уснёт и всегда будет со мной, рассказывает Расса. Сейчас Расса живёт в Германии, ей 45 лет. Она счастливо замужем, родила дочку, а также воспитывает двух сыновей от предыдущего брака её мужа. Женщина работает в магазине в городе Тросдорф. К слову, с мужем Расса познакомилась в одном из танцевальных клубов. О случившейся трагедии женщина вспоминать не любит и считает себя абсолютно здоровым человеком. Однако Расса безмерно благодарна всем врачам. Она с особой теплотой вспоминает Рамаза Датяшвили. Называет его крёстным отцом и уверена, что у него золотые руки. Расса водит машину, в субботное время вместе с мужем ходит на пробежки, живёт полной жизнью, а страшные операции ей напоминают лишь шрамы на ногах. «Это всё стёрлось, вообще ничего не помню, кроме больницы, санатория в Литве и бабушки Кати, с которой я жила. Врача ещё помню, Рамаза Датяшвили. Мы с ним общаемся до сих пор, интересуемся, как дела. Он ещё сказал, что мы с ним обязательно когда-нибудь встретимся и станцуем», – поделилась Расса в одном из интервью. Трогательная история Рассы ещё раз напоминает о том, что порой в жизни происходят трагические события, но самое большое достижение – умение их преодолеть. В такие моменты важно не оставаться равнодушным к проблемам других людей. В удачной операции Рассы предшествовала целая цепь событий, в которые были задействованы неравнодушные, отзывчивые люди. Общими усилиями они совершили чудо и подарили девочке радостную полную жизнь. ПЕСНЯ 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 Найти среди тьмы Расскажет и поет Боги заменить можно Союз любить не устанет Звездам стремится Падение темнел свет Но надежда всегда Но всегда Мыслю в облаках Хлеб, искра в сердце жила Потеряй страх Вместе мы сильны В горе и печали Найти среди тьмы Потеряй страх Потеряй страх Вместе мы сильны В горе и печали Найти среди тьмы В огонь внутри горит Друзья вокруг стоят Вечность зовет В союзе путничное Огонь внутри горит Друзья вокруг стоят Вечность зовет В союзе путничное Огонь внутри горит Друзья вокруг стоят Вечность зовет Огонь внутри горит Друзья вокруг стоят Вечность зовет В союзе путничное Вечность зовет Субтитры создавал DimaTorzok